В паблике «Активная Самара» соцсети ВКонтакте рассказали, что со стен подземного перехода у стадиона «Солидарность-арена» уже начала отваливаться плитка. Не прошло и трёх лет, как мундиальная стройка стала рассыпаться, как песчаный домик. Проходил мимо стадиона вчера, созерцал отличную картину. На фото всё хорошо видно, описание тут избыточно. Иронично написал пользователь, пожелавший остаться анонимным, приложив красочные фотографии с облупившимися стенами. Один из читателей заметил, что точно такая же ситуация наблюдалась во всех подземных переходах города. Комментаторы напомнили, что весной 2019-го в этом тоннеле был потоп. Пришлось даже созывать заседание городской комиссии по ликвидации последствий стихийных бедствий. Только вот каких нафиг стихийных бедствий негодуют самарцы? У нас каждую весну снег тает, естественно, будет много воды. Это обычное природное явление для наших мест. Это обыденность. Климат у нас такой. Необходимо строить сооружение, учитывая климатические условия, а не ради обмыва бюджета. Затопление обвалившейся плиткой – яркий пример того, что кто-то на чём-то сэкономил и согрел себе карман. Телеграм-канал «Штефан знает» рассказала про особо охраняемый туалет в Красноярском районе. Там установлено аж 8 камер по периметру и ещё несколько внутри. А сам он напоминает арт-объект. Выполненный за 3 миллиона бюджетных денег. Кроме того, на туалете установили ночную съёмку, бегущую строку с указанием часов работы и подсветку. Теперь это не какой-то там сельский сортир, а почти дом культуры. Смотрим, оцениваем, интересуемся. Зачем нужна такая роскошь за бюджетный счёт? – вопрошает автор. Читатели возмущаются. В этом посёлке в хлам убитые дороги. Сортир в Красном Яру, оформленный как арт-объект – это настоящее издевательство над жителями. Некоторые комментаторы стали смеяться. Нужно бесплатный автобус от Миги организовать. Пусть собирает желающих оккультуриться и везёт в Красный Яр. Таким образом, можно решить проблему с нагрузкой на канализационные системы в Кошелеве. Просто возить всех в Яр.